Всем привет дорогие друзья подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Ольгу Красько. Почему она хочет бросить съемки в сериалах, путь в кино и от каких известных мужчин она родила троих внебрачных детей. Ольга Красько известная российская актриса театра и кино. В основном она известна по съемкам в сериалах. В 2006 году она родила дочь от известного режиссера, о чем рассказала только через 13 лет. Ольга прославилась в 2005 году после выхода картины «Турецкий гамбит». Эта картина принесла ей не только первый успех, но и огромные перемены в личной жизни. В этом ролике мы расскажем о судьбе актрисы, ее тайном романе с известным режиссером и почему она так долго скрывала имя отца своей дочери. Ольга Красько появилась на свет 30 ноября 1981 года в Харькове. Ее родители не имели никакого отношения к миру искусства, но уже в детстве Ольга приняла решение стать актрисой. Это случилось, когда после переезда в Москву родители привели ее в детский творческий коллектив «Надежда». Ребята учились не только сценической речи и вокалу, но и выступали в школах, в детских домах, а также помогали пожилым людям. Родители не были против желания своей дочери получить в будущем актерскую профессию. Они наблюдали за ее развитием, позволяя получать опыт на собственных ошибках. Один из преподавателей «Надежды» посоветовал Ольге в будущем идти в театральный вуз. После окончания школы она с первой же попытки поступила в школу-студию МХАТ. Свою первую роль в кино Ольга получила, когда перешла на второй курс. Для чешского сериала «Жардамские истории» нужна была актриса с русскими корнями. Олег Табаков был знаком с авторами этого проекта и отправил фотографии им своих студенток, среди которых была и Ольга. И режиссер выбрал именно ее. Позже актриса признавалась, что во время съемок этого сериала она до конца не осознавала свою роль. Этот опыт оказался поверхностным. А вот первое и настоящее погружение в свой персонаж произошло в следующей картине «Неудача Паваро». В детективном сериале Сергея Урсуляка она сыграла Флору. Эта картина вышла на экраны в 2002 году. А вот 2005 год сделал ее настоящей звездой благодаря картине «Турецкий гамбит» режиссера Джанника Файзеева. Для начинающей актрисы кастинг был очень тяжелым, а режиссер требовал, чтобы актеры на пробах играли так, как играли бы уже во время съемок этой картины. Джанник остановил свой выбор именно на краску. К 42 годам у Ольги более 50 ролей в кино, а также роли на сцене МХАТ имени Чехова и Табакерки. Из двух известных сериалов «Склифосовский» и «Московская борзая» актриса ушла по собственной воле. По ее словам, персонажи, сюжет должны развиваться, а она этого не чувствовала. Когда стало скучно, Ольга отказалась от дальнейших съемок. Так в «Склифосовском» ее героиню убил один из пациентов. В одном из интервью актриса признавалась «Если я чувствую, что исчерпала себя в какой-то роли, то даже огромный гонорар не заставит меня остаться в этом проекте. Мне важно, чтобы моя работа несла какой-то смысл людям». На съемках картины «Турецкий гамбит» Ольга была просто очарована тем, как Джанник Файзеев взаимодействовал с актерами. Спустя какое-то время между актрисой и известным режиссером вспыхнул тайный роман. Но отношения приходилось очень тщательно скрывать, поскольку в тот период Джанник Файзеев был в браке. «Это были такие красивые отношения. Джанник – просто ураган счастья», рассказала актриса в программе «Судьба человека» в 2019 году. Но вскоре этот яркий роман завершился, но в 2006 году Ольга родила первую дочь – Олесю. Тогда ее коллеги и журналисты предположили, что отцом ребенка является режиссер Дмитрий Петрунь. С ним Ольге были отношения еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Однако сама актриса это отрицала. Но имя настоящего отца своей дочери она не называла целых 13 лет. И лишь в 2019 году в эфире известной программы «Судьба человека» с Борисом Корчевником Ольга призналась, что старшая дочь Олеся – дочь Джанника Файзеева. И хотя все 13 лет после появления ребенка на свет, они никак не афишировали это. Режиссер всегда помогал Ольге и своей дочери. «Мы всегда были под его опекой. И хотя Джанник с Олесей редко тогда виделись, он каждую встречу превращал в какой-то невероятный праздник для нашего ребенка. Он подарил Олесе квартиру. Сейчас это не причинит никому боли. Об этом можно теперь говорить открыто», – рассказала Ольга Красько. Она не скрывает, что в глубине души она хотела, чтобы у этого романа было продолжение. Но ее внутренний контролер не дал развиться отношениям дальше. Ольга не хотела разрушать семью режиссера и до сих пор не жалеет, что сделала именно такой выбор. Олесе уже 16 лет. Она унаследовала творческие гены папы и мамы. Она уже снялась в небольших эпизодических ролях. А в скором времени выйдет фильм с ее участием. Девочка пришла в кино сама, без протекции своих известных родителей. Сейчас она часто общается со своим отцом и подружилась с его новой супругой, актрисой Светланой Ивановой, а также с сестричками. В 2015 году Ольга переживала очень сложный период в своей жизни. Ее не устраивали предлагаемые роли и качество некоторых фильмов, которых она снялась. Она привыкла к более высокому уровню и никак не хотела понижать планку. Из-за этих переживаний она погрузилась в себя и начала тонуть. Спасением для нее стала судьбоносная встреча с чиновником из Бурятии Вадимом Петровым. С ним она познакомилась в том же 2015 году, когда летела на кинофестиваль в Читу. Ольга призналась, что бросилась в эти отношения, как в омут с головой, не осознавая, к чему может это привести. В апреле 2016 года у пары родился сын Остап, а в ноябре 2017 сын Олег. Семья живет в Москве, но Вадим часто летает в Бурятию по служебным делам. В программе «Судьба человека» актриса призналась, у нас не такая классическая семья, как у моих родителей, например. Мы с Вадимом можем видеться всего три месяца в году, но мы постоянно на связи. Он полностью участвует во всех семейных вопросах и делах. Наша с ним история только пишется. Хотелось бы, чтобы мы и дальше были вместе. У актрисы было несколько серьезных романов, но к 42 годам она ни разу не вышла официально замуж. Ольга признавалась, что она идеалист по своей натуре. Я уже взрослый человек, который точно знает, чего хочет от отношений. Просто быть замужем мне уже не интересно. В реальной жизни она не боится разочарований, не боится проживать всю гамму чувств, от боли до радости. Пережитые эмоции, говорит она, помогают потом лучше вживаться ей в роли. Мне в свою очередь хочется пожелать замечательной актрисе, счастья в личной жизни, успеха в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. У нее огромная армия поклонников и пусть она новыми проектами радует своих преданных поклонников. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой актрисы. А я всех благодарю за внимание, желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов всегда и во всем. Божьей благодати, Божьего благословения, ангелов-хранителей. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok